Калибровка толщиномера E-Taria ET111, произведенного для немецкого рынка, соответственно, не русифицированного. Для калибровки прибора нам понадобится одна из калибровочных шайб, идущая в комплекте с прибором. Калибровочная пластина со стандартной толщиной 102 мкм, также идущая в комплекте с прибором. Перед первым использованием снимите защитную пленку с калибровочной шайбы. Для включения прибора нажмите на сенсор, прибор автоматически включается. Затем мы делаем замер на калибровочной шайбе без покрытия. Для калибровки прибора на 0 и обнуления мы нажимаем на кнопку 0, коротко. При этом прибор обнуляется. Для калибровки прибора на стандартную толщину мы кладем калибровочную пластину со стандартной толщиной 102 мкм на калибровочную шайбу без нанесения. Делаем замер. Нажимаем и удерживаем кнопку call для хода в режим калибровки. На экране загорается call, начинает мигать. Теперь кнопками вверх-вниз мы устанавливаем 102 мкм толщину калибровочной пластины. И для выхода из модуса калибровки, из режима калибровки, мы снова нажимаем кнопку call. При этом значения заданные нами сохраняются и прибор готов к использованию. Сейчас мы делаем тестовый замер на калибровочной шайбе без нанесения. Прибор показывает нам два микрометра. Ноль. Ноль. То есть, если поверхность у нас в идеальном состоянии, соответственно, прибор должен давать у нас точные показатели. Если же поверхность у нас слегка уже искорябанная, то, соответственно, прибор может давать небольшую погрешность. То есть, при замере на калибровочной стандартной пластине, то есть, со стандартной толщиной, прибор нам, соответственно, выдает 103 мкм. То есть, это заявленная стандартная толщина, 102 мкм, плюс-минус 2 мкм на погрешность, на толщину калибровочной пластины. То есть, у нас на данный момент все в допустимых параметрах. И прибор готов к использованию для замера толщины лакокрашного покрытия автомобиля или других деталей. Аминь. Аминь.